Светлый вечер на радио Вера продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость Ирей Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской и Краснодарского края. Мы говорим о подготовке к Великому посту, которая вот уже началась. Отец Константин, если мы так все время подчеркиваем, что вот свобода, которой нас не лишает Господь в любых ситуациях, это так важно и так ценно, почему накануне Великого поста церковь напоминает нам о страшном суде. Ну опять суд, опять взвешивание, опять кто-то виноват, кто-то тогда, получается, нет. И опять тема свободы отодвигается. То есть это дидактически нужно, чтобы мы как-то страстку какую-то получили или нет? В чем смысл? Замечательный вопрос. Но если позволите, я буквально на один денечек назад отойду. У нас мы молимся о наших сродниках. Родительская, поминальная, субботная. Да, тоже удивительная, потому что буквально обо всех, причем погибших случайно, там без отпевания, вообще неизвестно как, от катастроф, там убитых, все что угодно, там перечисляется много-много всяких случаев, но буквально обо всех от Адама. Совершенно правильно. Но почему я сделал это шажочек назад? Прежде чем подойти к самому страшному суду, Господь дает нам возможность провить сердечную молитвенную заботу о этих людях, о их душах. И когда мы уже немножко опять-таки подготовились, именно позаботившись, провис свою любовь, мы уже слышим о евангельском этом чтении. И опять-таки воспринять это Евангелие можно по-разному, как пугающее или благовествующее. И давайте посмотрим, в каком русле. Ведь мы часто говорим, вот я согрешил, меня Господь будет судить по грехам. А что мы слышим в этом иванское чтение? Господь не по грехам судит. Он говорит, я тебе дал вот эту, вот эту добродетель, был наголоден в темнице, в больнице, и праведный, говорит, вы это сделали. То есть он говорит, я дал тебе добродетель. И в первую очередь мы слышим здесь, Господь судит по добродетели, который дал возможность. Естественно, когда уже и добродетели не остаются, тогда остаются только грехи. То есть Господь дает возможность сначала оправдаться, опокаяться, да? Ведь мы знаем, что если бы Адам и Ева опокаялись, то не было бы этого. Но они стали на друг друга перенаправлять, чтобы от себя отвести какой-то, может быть, даже праведный гнев Божий. Ну, мы знаем такое достаточное количество икон, скажем, того же XVII века, где очень подробно нарисовано все, что происходит с грешниками. Так вот даже как-то, как в комиксах. То есть вот здесь жарят, вот здесь варят, вот здесь вилами тычут. То есть, в общем, такой подход к этому сюжету, он присутствовал, по-видимому, в наших предках в полной мере. Вот это их ошибка или мы чего-то не понимаем? Ну, в любом случае, человеку сильно рассуждать, была ли это ошибка или все-таки это было правильное решение, наверное, я не возьмусь. Но то, что человек очень зависит от визуализации какой-то, это однозначно. Потому что та же самая наша иконография, это напоминание о первообразе. Поэтому вот икона страшного суда, она опять-таки что дает? Напоминание о свободе выбора. Вот так, вот так. Все в твоих руках. Твоя земная жизнь, пусть даже она вспышка вечности, но к тебя приведет или к одному и другому. Потому что если бы, ну, допустим, хотя бы, да, Господь сказал, я приду во втором своем пришествии, там, через три тысячи лет, ну, где не факт, что такая бы ватханалия, такая анархия была бы предыдущей? А что мне безнаказанность? Или, допустим, вообще приземленный пример привести. Один своровал, и он знает, мне ничего за это не будет, и пойдет еще дальше воровать. А потом еще меньше будет, он чувствует, что один грех породит другой, как снежный ком. Поэтому, если позволите выразиться, может быть, эта икона о странствующей среде для нас, ну, может быть, как определенный фильтр, который нас, может быть, от каких-то вещей даже предупредит, чтобы мы не оступились. Ну, вот после того, как нам напомнят о страшном суде, у нас произойдет заговенье на мясо, и начинается неделя, которую знают все верующие и неверующие, православные и инославные, все, кто угодно, знают, что начинается масленица. Все с удовольствием едят блины, выпивают, веселятся. При этом люди, которые регулярно ходят в храм, знают, что именно вот в период этого вот разгула перед Великим постом в среду и пятницу положен строгий пост. Более того, в среду и пятницу не совершается литургия, как Великим постом, и уже присутствует молитва Ефрема Сирина с земными поклонами. Но это у большинства, я почти уверена, у большинства людей, даже ощущающих себя церковными, как-то проходит мимо сознания. Почему об этом важно вспомнить? Ну, вы очень правильно подметили. Я думаю, что когда церковь вспомнила о страшном суде, она однозначно не говорит, что давайте теперь веселиться, пляски, вот эти ярмарки делать, которые зачастую, а еще и, не дай Боже, бабу сжигать. Конечно, это предаток язычества и, в принципе, никак не относится к православию. Замечательно собраться, может быть, даже приходом, пообщаться на духовные темы с этими блинами, с разными приправами к нему. Я сам очень люблю блинчики. Но, тем не менее, здесь церковь, естественно, нас не подталкивает, какие-то гульки, почему эта неделя правильно называется «сырная» или «масленичная». Ну, по-первых, правильно, конечно, «сырная», предыдущая «мясопустная», а потом уже «сырная». Если правильно все-таки по церковному, не «масленичная» называется, потому что, опять-таки, и физически, и духовно мы себя уже начинаем более и более дисциплинировать. Но здесь уже, можно сказать, чисто специфика русской души, что раз чуть-чуть можно, ну, мало не бывает. Но это же не только русской души специфика. Я не знаю, есть ли у католиков такое ограничение перед постом, но, собственно говоря, карнавал — это подготовка к великому посту в католическом мире. То есть этот разгул подразумевается и у западных христиан. Ну, там вообще своя специфика поста, хоть однодневного, хоть не однодневного. Тут больше, наверное, у нас хорошая такая благочестивая традиция именно вот такой проявить определенный по силам, я подчеркиваю это слово, аскетизму для встречи с Богом. То есть здесь надо очень учитывать момент своих физических и духовных сил. И желательно, чтобы в этом тебя вел твой духовник. Или как минимум батюшка, чаще в который храм ты ходишь. Потому что можно и потом так нагрешить, и потом вообще отвратиться от церкви, совокупии Бога, все, что с ним связано. Поэтому здесь надо очень быть осторожным. Потому что такое пост, по сути, это битва. Это битва с грехами, которые тебя отдалят от лукавого, но приблизят к Богу. А лукавый не хочет этого. Поэтому он всячески со всех сторон будет искать твои слабые места. Все. Ну вот отшумела Масленица, и настало прощенное воскресенье. В воскресенье, когда вспоминается изгнание Адама из рая. И по традиции все мы просим друг у друга прощения. Но чем дальше, тем больше эта традиция вызывает вопросов. В частности, это связано, наверное, с распространением соцсетей, потому что вот такая массовая рассылка всяких открыточек с словами «прости», она полностью, по-моему, лишает смысла саму эту традицию. И люди все чаще спрашивают, ну а, собственно, почему я должен просить прощения у малознакомых мне людей, с которыми я по жизни почти не пересекаюсь, и никак не мог их ничем обидеть. Просто физически не было такой ситуации, где это сложилось бы. Вот тут какая-то мера должна быть. Или же все-таки, как это принято на приходе, сначала священство просит прощения у прихожан, потом у прихожане все друг у друга, и у священников. То есть там тоже ведь в церкви далеко не все знакомы даже. Есть ли смысл в этой традиции? Смысл есть, и традиция замечательная. Во-первых, здесь серьезный хороший символизм, потому что, прося у малознакомых или вообще незнакомых людей, происходит две вещи. Во-первых, символично ты, возможно, просишь у тех людей, которые ты уже просто, ну, допустим, или почил, человек умер, уже ты не можешь у него попросить прощения, или же живой кого-то ты обидел, а ты не можешь с ним, там, ни телефона не знаешь, где он живет уже, ты уже переехал, к примеру, и ты символично как бы в лице этого человека, потому что человек, как я уже ранее говорил, образ и подобие Божие, как бы ты вот символично у него. И в том числе, можно сказать, даже где-то у Бога, просишь прощения, подразумевая, что вот ты, может быть, того-того обидел. То есть это твою душу как бы мотивирует вспомнить о тех, которых ты реально обидел. Обидел. Это первый момент. А главный — это то, что ты проявляешь в себе, побуждаешь момент кротости и смирения, через который только можно приблиться к Богу. Потому что противоположность кротости и смирения — это гордыня, которая у нас немерена и у каждого. И вот в этом чине прощения мы уже себя готовим к этой основной неделе первой по Великого Поста. У Достоевского есть такая фраза «Каждый за всё перед всеми виноват». С точки зрения христианской в этом есть смысл? Ну, я не могу в совокупии ответить, если позволите, как частное мнение. Конечно. Вы знаете, когда иногда приходят на исповедь и говорят, ну, в основном женщины, говорит, батюшка во всём виноват. Я задаю такой вопрос, ты коней воровала? Говорит, нет. Значит, я говорю, не во всём. Если по такому же принципу, если я человека вообще даже не знаю, слова тебе, Господи, я могу возрадоваться, что я душою в плане греха не оступился перед этим человеком, значит, я не перед всем виноват. А загоняя в себя какую-то мнимую духовную печаль, уныние или по-мирскому там депрессию, я не вижу смысла. Православие подразумевает твою радость и ликование души, что ты в Боге и с Богом, а не постоянно тебя как-то принижать, чтобы ты чувствовал какой-то проститель, может, прямо скажу, ну, животный мир. Нет. Именно православие — это торжество твоей души и в совокупе что вокруг тебя. Просто мы не видим этой красоты зачастую. Ну, к примеру, люди живут на море. Часто они купаются там, за редким исключением. Хотя есть люди, которые за тысячи километров приезжают, чтобы окунуться в это море. Так и здесь. Ты рядом с тобой что-то видишь, но зачастую твой замыливается глаз, и ты как норма, обыденность. Хотя чуть-чуть у тебя от этой отыми, и ты понимаешь, какой я богатый и счастливый. Ну, церковь нас готовит к Великому посту не только чтениями из Евангелия, но и самим богослужением. В нём постепенно нарастают вот эти покаянные песнопения. Но есть одно песнопение, которое на протяжении ни одного поколения, у многих, в особенности новоначальных, вызывает некоторую отрыпь. Это псалом на реках Вавилонских, который поётся в напоминании ощущений израильского народа в вавилонском плену, который заканчивается вот той самой фразой, которая больше всех смущает. «Разбиешь, и младенца твоя, камень». Вот понятно, что это древний текст, что это поэтическая метафора, и всё равно как-то мурашки бегают по телу. Ну, если мы возьмём вообще, наверное, Ветхий Завет, там страшные вообще вещи происходили. В том числе и подали такую крайность, в том числе и еврейский народ, жертвоприношение Валу, да, языческому богу, когда детей приносили. До сегодняшнего дня Адская долина, называется, то место, где именно это совершали, на территории Иерусалима. Поэтому тут многие вещи, они и по факту бывали в каких-то отступлениях, и в том числе очень символично. Тут я точно не могу, но первое, что вот мне приходит в мысль, может быть, это где-то пророчество о Господе, потому что вот ты получил свободу, Христос придёт как Бога-человек, как рождённый младенец, Он даст тебе ещё большую свободу, но ты его не примешь. То есть ты его распнёшь. Именно вот как здесь символично о младенцах говорится. Многие, вы знаете, я вам честно признаюсь, зачастую читая, вот я уже, если округляю 12 лет священником, и за 12 лет зачастую читая одно и то же самое Евангелие, евангельское чтение, если правильно сказать, оно по-разному раскрывается. И ты думаешь, я столько раз читал и не понимал. А здесь так раскрыто, и ты настолько чувствуешь любовь Божию и заботу в каждом слове, что даже, ну, к примеру, да, мы вспоминаем евангельское чтение, когда мать бежала за Христом, исцели моего ребёнка, а Господь говорит, нет, не подобает тебе дать хлеб, там, у детей забрать и дам, там, псом. Как это так? Господь своё же творение, то есть эту женщину псом называет? Нет. А Он проверяет её на самом деле любовь. Он её чуть-чуть испытывает. И потом говорит, о, жена, велия вера твоя. То есть не просто ты веришь, молодец, по вере твоей даст тебе, о, великая, сугубая. Так и здесь. Мы здесь можем видеть очень большой символизм, когда Господь вдаль очень смотрит и уже заставляет тех людей того времени задуматься, а почему так? А что дальше? Ведь, смотрите, вот что ужасное происходит, когда приходят, разъездство Христово вспоминаем, когда приходят волхвы и говорят, вот, родился царь. То есть все ждут царя, ждут мессию. Так же, как мы сегодня ждём, да? Второго пришествия Христа. Нам неведомо, когда это будет. Но что происходит? Ирод созывает всех и говорит, на самом деле это так? Он говорит, да. В Ифлееме, вот звезда, всё правильно они говорят. И вместо того, что возрадоваться, ожидая, мы слышим, Ирод смутился, вся иудея с ним. То есть весь народ, какой-то страх пришёл. Давайте сегодня посмотрим. Мы все так яростно хотим второго пришествия Христа, чтобы уже Господь управил и дал жизнь вечную. А что мы слышим, в том числе, в Евангелии, в Священном Писании, и придёт ли Господь, обретёт ли любовь в людях? То есть в том числе, получится один в один. Мы ждём, но не приняли. Потому что я хочу, чтобы у меня также была комфортно, тёплая постелька, и тому-тому. Ну, перечислять можно далее. Поэтому человек, он постоянно, к сожалению, поскольку материальный, он хочет, чтобы ему было тепло и материально. А о душе он вспоминает зачастую, к большому сожалению, когда она болит. Священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. И мы говорим о подготовке к Великому посту. И всё-таки, вот почему подготовка к... Сам Великий пост очень длительный. Плюс ещё страстная седмица сугубая. Плюс вот эти четыре недели подготовки, которые начинаются практически почти сразу после празднования Крещения Господня. То есть у нас получается такой долгий-долгий-долгий период, когда мы должны погрузиться в себя. Почему он такой длинный? Как это складывалось? То есть это изначально было вот так задумано святыми отцами, которые создавали канон? Либо это исторически как-то вот превратилось в такую долгую практику? Ну, как я ранее уже говорил, всё оно формировалось постепенно. Даже вот наш дорогой, любимый Симовер, к примеру, да, вроде бы могли бы за раз составить, но тем не менее он называется Никея Цареградский, то есть на двух соборах составлен. Почему? Да потому что определённые события там пришествовали. Так и здесь, естественно, всё оно, церковь, как живой организм, она формировалась. Даже сегодня она формируется. Возьмите, допустим, основную социальной концепции. Ну, вот что её нужно было писать, да, с одной стороны? А оказывается нужно, потому что сегодня какие-то появились, ну, в том числе, да, раздел возьмём биотики, появились новые технологии, новые какие-то видения, и церковь должна сказать своё твёрдое мнение на эти вопросы, потому что большинство у нас в стране верующие православные люди, и они должны правильно понимать и принимать в том числе. Не просто, говорит, я крещённый, ну, у меня Бог в душе, но хорошо, ты же в душе только не кушаешь, ты же в душе, ну, простите, за прямое слово, в туалет не ходишь, ты же действия делаешь, но если Господь тебе говорит ещё на тайной вечере, творись и воспоминай моё, и ты опираешься на Господа, чего ж ты не делаешь тогда то, что тебе сам Господь сказал? А творись и воспоминай моё, это причастие после покаяния. То есть, опять-таки, здесь вот такой длительный путь вот этого Великого Поста, он даёт возможность где-то и более встретить Пасху, потому что если сейчас, вот пусть и завтра, скажешь, вот три дня попусти, и потом Пасху, ну, никогда ничего ценного не будет. Вот даже элементарно, чтобы что-то на гроте вырасти, сколько мы усилий приложим, сколько и вспахать надо, сколько под жарой постоять, и ещё будешь переживать, а ещё и колорадский жук и тому подобное, ну, простите за такой символизм, но тем не менее, когда ты это заработаешь, насколько для тебя это цена? А здесь даже не о картошке речь, здесь всё о душе бессмертной, здесь душа, которую ни за что уже ни с чем не сравнишь. Ну, когда мы читаем о подготовке к Великому Посту, слушаем проповеди, сами как-то пытаемся себя настроить. Прежде всего, мы, естественно, воспринимаем внешнее, вот какие-то атрибуты внешнего поведения, которые для нас лично означают, что мы постимся. Плюс к этому мы стараемся разобраться в своих грехах и, как мы считаем, покаяться, но вот что же такое покаяться? Бывает ужасно стыдно, и вот прямо до слёз. Но только ли в этом дело? И только ли в том, что мы даём себе каждый раз, вот как мы начинаем жизнь с понедельника, так и каждый Великий Пост мы даём себе за рог, вот теперь мы будем всё соблюдать, чему церковь учит, мы будем ходить в храм, мы будем всё делать как правильно, и тогда вот мы перестанем грешить. Но ведь нам постоянно напоминают, что покаяние это не только непосредственный плач о грехах, нужны какие-то дела, дела какие? Дела милосердия, дела любви. Но в чём они применительно к Великому Посту? Это что, мы должны каждый там съездить в какой-нибудь детский дом и что-нибудь пожертвовать? Или что? Что должно измениться кардинально в нашей повседневной жизни именно потому, что начался Великий Пост? Ну, можно с вами и согласиться, можно и съездить и в детский дом, и в хоспис, и в старый дом, и тут даже нет сугубой привязки туда или туда, тут, наверное, больше, что у тебя есть возможность, что рядышком как минимум есть. Вы замечательно подметили один момент, только ли пища или только исповедь, а тут не только, и то, и то, и в совокупе тут очень много инструментов, которые нужно аккумулировать воедино. Тут самый главный оценк сделать какой? Если у тебя слабый организм, и ты понимаешь, что ты начал поститься, у тебя появилась слабость на фоне твоей слабости раздражения, и ты начинаешь ругаться, или как в свое время Иоанн Кроштадский сказал, что главное в пост не ешьте людей, то ты уже пост не держишь, потому что в тебе гнев предобладает, злоба, но и смысл твое воздержание в пище. Но вы правильно сказали, противоположность какая? Допустим, однозначно надо выбрать, может, даже самый простой. Когда ты начнешь с этим простым грехом бороться, ты поймешь, далеко он не прост. Хотя бы простой. Ну, допустим, я не могу сказать, что он простой, слава Богу, у меня это минул грех. Ну, возьмем с потолка, допустим, табакурение. Вот, если ты в пост весь не курил, то уже соблю пост, потому что тот, который тебя тагатил, ты поборол, к примеру. Но хорошо, если ты больше его не повторишь, естественно, участвуя в таинствах исподеть, в нем покаялся, соединился со Господом, чтобы у тебя укрепил в твоем и намерении, и в душе спасение, желание душу спасти. И все-таки еще, как мы говорили, вы вернее сказали, по поводу детских домов, нужно сделать плод достойный покаяния, то есть противовес. А как, допустим, относительно табу курения сделать плод достойный покаяния? Как минимум. Я с этим очень часто сталкиваюсь. Ты знаешь, каково это вредно для души и тела. И зачастую вижу, и того человека укоряю, и сам не могу пройти. Стоят тут подростки, а зачастую даже дети и курят. Ну, ты же знаешь, какой вред. Подойди, скажи, ребята, я сам грешен в этом был, я вот сейчас борюсь. Давайте, прекращайте. Как минимум, не пройти мимо равнодушно греха. Давайте наше советское время, допустим, вспомним. Я зачастую в школе учитель нагонять дал, еще и папка с мамкой пришли, тебе нагонять сделали. Почему? Потому что не понимали. Это воспитание. А сегодня что происходит? Координа наоборот. Учитель поругал, папка, мамка прибежали, еще и на учителя наругались. Не факт, что сын или доченька правы были, но на учителя наругались. Вот почему у нас происходит вот эта духовная деградация, потому что мы считаем, что мы во всем правы, что у нас вот эта свобода, она потеряла немножко правильный смысл. В последние годы все чаще приходится слышать, что Великий пост это еще и время, когда стоит ограничить свое пребывание в информационном поле, пребывание в соцсетях, вообще поглощение вот такое иногда без разбора всего, что предлагает нам интернет. Вы священник-блогер. Это как раз ваше поле проповеди, ваше поле деятельности. если все будут воспринимать это как руководство к действию, тогда на время Великого Поста священникам-блогерам придется перестать собственно выполнять их служение или нет? А это очень все индивидуально. Тут и можно и воздержаться как минимум там один или несколько дней. Как некоторые говорят, ну я хотя бы первую последнюю попощусь неделю. Ну конечно это неправильно, просто они сугубые может быть. Первая как она тяжелая, самая тяжелая, потому что ты как раз начал, а последняя уже как ты видишь всегда финишную прямую и уже думаешь, ну вот-вот-вот ты как раз ты слаб. Ну а страстной седмицы тут можно как вы понимаете целый эфир еще сделать. Но тем не менее тут не только ты себя где-то должен дисциплинировать, порой и ограничить. Я стараюсь это не в одну неделю там сделать, а повыбрать какой-то один день, когда я не буду где-то делать вот эти посты, там какие-то сюжеты, но один день вообще абстрагироваться, потому что не буду лукавить, обманывать, как только я захожу в соцсети по делу, я много и без дела там смотрю. Где-то из любопытства, где-то, чтобы я где-то представлял и понимал информацию, потому что телевизор я вообще не смотрю, а вот интернете часто присутствует, я там все могу любую информацию почерпнуть. Поэтому я не первую и последнюю, а вот может быть в прошлом году у меня это получилось, я каждую неделю по одному дню брал. А что у вас больше всего спрашивают по поводу Великого Поста ваши слушатели, зрители, читатели? Ну зачастую что можно, если что нельзя. То есть человек все равно к материальному приходит. да. Второй вопрос, он такой больше интимного плана. Можно ли супругам вступать или не вступать в близость? Конечно, здесь давайте даже два момента относительно этого, очень деликатно коснусь. Во-первых, вступать или не вступать это сугубо ваше личное дело, но если вы воздержитесь по обоюдному согласию, это, конечно, очень богоугодно, потому что вы понимаете, для чего вы это делаете. И второй момент, который из этого тоже следует, иногда вопрос, баишка, есть такое мнение, что если в пост из-за чала родятся больные дети. Вот даже просто если элементарную мы статистику возьмем, мы увидим, что тут никак не распространяется именно это время было поста или не поста. Дети и так, и так могут немощны, в какой-то немощью родиться. Но зачинать, но опять-таки можете зачать, но лучше воздержаться. Огромное вам спасибо за эту беседу. Я надеюсь, что ваши советы нашим радиослушателям пригодятся в грядущем Великом посту. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был священник Константин Мальцев, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в станице Ленинградской Краснодарского края. В студии была Марина Борисова. До свидания и успешного вам Великого Поста. Храни Господь всех. Светлый вечер на радио Вера Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова